Чкаловский санаторий открыл свои двери пациентам с постковидным синдромом. Новая программа лечения начала функционировать с мая. Главной целью постковидной реабилитации – это улучшение общего иммунитета, восстановление физической активности, а также устранение проблем со сном и переживаниями. Сейчас у нас 250 пациентов, из них 129 детей. Мы очень рады, что мы работаем, что мы нададим користь нашим маленьким пациентам и их родителям. С травня, в первую очередь, сгідно с наказом Министерства охраны здоровья, мы начали лечение, санаторно-курортное лечение и медичную реабилитацию пациентов, которые имели в анамнезе заболевание на COVID в средней важной форме заболевания. Зараз мы ликуем 28 таких пациентов. Восстановление после коронавируса нужно всем, независимо от степени чажести заболевания. Впрочем, в большей степени восстановление требует пациента со средним или тяжелым течением недуга. В санатории имени Чкалова широкий спектр процедур, поэтому для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом всех особенностей организма. Все имеющиеся процедуры, которые у нас есть, они все могут быть использованы для реабилитации постковидных пациентов. Это и процедуры водолечения, вернее, больнотерапия, то есть все водные процедуры, которые у нас есть на морской воде, проводятся с добавлением лекарственных препаратов. Это процедура гидропатии, то есть лечебные души. Это гидромассаж на морской воде с добавлением лекарственных препаратов. Это комплекс аппаратной физиотерапии. Это низкочастотные, высокочастотные методы, все которые используются в физиотерапии, в реабилитации. Это лазеротерапия, широко у нас используется магнитолазеротерапия. Ну и как же в одесском санатории без водолечения? В программу реабилитации обязательно входят различные лечебные ванны и души. Самой распространенной методикой водолечения являются лечебные ванны, ведь минералы, которые находятся в воде, легко проникают в кожу и оказывают положительное влияние на весь организм пациента, а также имеют успокаивающий эффект. Кроме того, некоторым пациентам назначают подводный массаж. Его действия аналогичны ручному массажу, но он является более глубоким и безболезненным. Волшебное действие воды, оно издревле известно. Безусловно, используется температурный режим, то есть в ванной температуре 36 градусов, можно повышать, понижать температуру на несколько градусов, и тем самым оказывает тонизирующее действие. Это и профилактика, скажем прямо, да, тоже заболеваний. Мы добавляем лекарственные вещества. Это хвойные ванны, это лавандовые ванны, шалфейные. Это, безусловно, реабилитация противовоспалительного действия и дыхательной системы, и улучшение сердечно-сосудистой действия системы. У нас есть сухие углекислые ванны. У нас, как бы, сейчас мы можем отпускать ее добромные ванны. Это улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Врачи санатория рассказывают, лазеротерапия также позитивно сказывается на лечении постковидного синдрома. Лазеротерапия – это лечение лазерным лучом. Оно имеет противовоспалительное свойство, противомикробное, противовирусное, улучшает кровообращение органов, на которых ставим, и снимает воспаление и отеки. Пациенты на реабилитации практикуют дыхательные практики и тренируют дыхательные мышцы. Также врачи рекомендуют по приезду домой заняться скандинавской ходьбой или лечебной гимнастикой в бассейне. Целью физкультуры должно стать восстановление функции дыхания. Зал лечебной физкультуры, он всегда должен входить в состав любого реабилитационного отделения, потому что есть комплекс упражнений для каждой группы органов, систем. Это обязательно дыхательная гимнастика. Для постковидной реабилитации это очень важный момент. Это одна из таких серьезных патологий, которая возникает после перенесенного ковида, особенно когда это средняя или тяжелая тяжесть и форма перенесенного заболевания. Мы находимся здесь две недели. Ну, восстанавливается, потому что ковид дает очень сильное осложнение на нервную систему. Поэтому, во-первых, мы успокоились. Мы проходим разные процедуры для восстановления дыхания. Сейчас я, например, занимаюсь. Также разные процедуры физиотерапии различные и так далее. Ванны, ингаляция. Все это очень хорошо помогает. Ну и море. Важным аспектом реабилитации является психологическая поддержка, особенно для детей. Психологи отмечают, что после длительного карантина состояние мальчишек и девчонок ухудшилось в разы. Поэтому наличие в санатории детского специалиста полностью оправдано. Даша после перенесенного заболевания очень стала плохо спать. Она очень нервничает. Вот тревога постоянно усилилась. И не знаю, как это в общем сказать, но ее состояние меня беспокоит. Хорошо. Соблюдаете ли вы режим дня? Да, режим дня мы соблюдаем. Но очень сильно устает, особенно приходя из школы. Ковид влияет на психику детей. У них появляется тревожность, стрессы. В частности, это из-за того, что они находились дома в карантине. То, что у них не было общения с детьми. Им не хватает социального адаптации, как говорится, в общении на данный момент. У них появляется тревожность, даже агрессия, потому что они не могут выместить все свои эмоции. Посетители санатория отмечают, что спустя несколько недель они почувствовали на себе результат под процедур. Кто-то стал спать лучше, у кого-то пропало чувство тревоги. У меня появились боли в спине. Немножко восстановить опорно-двигательную систему. Появилась бессонница, принимать жемчужную лавандовую ванну. Они успокаивают, потому что они хорошо спишь. Подобается, каким образом нам делают процедури. Я, например, дважды перенесла ковид. Минуло и осень, и на весне, в березне месяце. Прекрасная реабилітация. Вот у меня, например, я приехала сюда, у меня рабочий тиск был 130 на 90, на 100. Зараз лікарь измеряет тиск. У меня 115 на 75, 120 на 80. Можно лететь в космос. Специалисты санатория отмечают, что за несколько недель заметили некоторые негативные стороны программы. Семейные врачи, которые готовят направление в санаторий, не указывают, что человек переболел ковидом. А это значительно затрудняет процесс лечения. У нас, по-моему, только два человека сейчас, у которых в санаторно-курортной карте написано, что они перенесли постковидную пневмонию, что они принимали и какие результаты лечения. Просьба большая к врачам. Мы им пишем, им по телефону сообщаем, чтобы указывали нам, что эти пациенты перенесли ковид-19, что они принимали. Для того, чтобы мы тоже имели преемственность какую-то и продолжали их лечить. Впрочем, это никак не сказывается на времяпровождении отдыхающих, которые, несмотря на погоду, довольны одесским санаторием.